Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы с вами изготавливали вот такую, как вы видите, флуоресцентную нимфу, которая работает на больших глубинах. Мне сразу задали несколько вопросов, допустим, если не тех материалов, этих материалов, или как можно изготовить несколько в другом варианте. Давайте мы сегодня рассмотрим один из вариантов, который, ну, несколько проще, но в то же время потребуются определенные материалы, без которых тоже нельзя обойтись. Крючок я взял, граб-шримп номер 12, и, как вы обычно замечаете, я прокатал свинец так, чтобы у меня при огрузке вышла вот такая конусность. Нам понадобится белая нить, так как мы будем тело изготавливать все с той же зеленой нитки. Я изначально пока не подравниваю тело, просто закрепил ее на цевье. Сейчас закрепим те материалы, из которых мы будем изготавливать. Нам с вами в этот раз понадобится вот такой голографический черный люрекс. Или же можете заменить его, как вот продается в наборах всевозможных. Вот такая проволока для рукоделия. Я очень часто ее использую. Или, если вы захотите, можно армированный люрекс, который для шитья используется. Подхватили, пока ничего здесь еще не выравниваем, не подравниваем. И, как в первом варианте, доводим до, буквально, считайте, середины загиба. Я взял пару прядей все той же флюоресцентной нашей нитки. И подхватываем здесь же у загиба, пока ничего тоже не подравниваем. И теперь я слегка вот так, как вы видите, большими вот такими оборотами стараюсь подхватить тело. То, что у нас вышло, это не совсем страшно. Мы сейчас все это будем исправлять. Я очень часто вам показывал, но, как вы делаете замечания, не делаю это на камеру, для того, чтобы не тратить время. Вот у меня имеются разные всевозможные толщины вспомогательные нити, которыми я формирую тело. Для того, чтобы мне не использовать ту нить, которая у меня более качественная для вязания, я обычно распускаю несколько толще, и у меня получается вспомогательная нить, которой я потом это все подравниваю. Вот мы берем, отрезаем совсем немножечко. Желательно так, чтобы она была уже проверенная вами нитка, и это была ровница. Подхватили. Как вы видите, нам здесь очень много навязывать, ничего не надо. Сделаем завершающий узел, и если нить вам это будет мешать, можно ее удалить. Практически сейчас мы ею пользоваться не будем. Для удобства. Значит, и показываю. Подравниваем вот так, как эту нашу всю ровницу, для того, чтобы у нас не было горблей и всевозможных неровностей. Я думаю, вам смысл понятен, потому что эта работа займет пару минут, нет смысла ее вам показывать на камеру. Подравняем белой нашей нитку вспомогательное тело, чтобы оно было, напоминало тело личинки. Как вы видите, мы с вами подравняли тело. Длины нитки мне вполне достаточно для того, чтобы этой же нитью мне выполнить в районе формирования грудки завершающий узел. Руками или узловязом, как вам будет удобно. Убрали. Теперь я делаю следующую манипуляцию. Я беру лак-клей, который я неоднократно вам показывал. Теперь совсем немножечко нанесем, для того, чтобы наша основная нить не плыла, чуть немножко лака. В дальнейшем нам будет легче потом работать. Совсем пару секунд даем, для того, чтобы наш лак смог впитаться. И теперь мы выставляем в удобное для нас положение. Начинаем выполнять. Также подравниваем нашу нить, ровницу, которую мы с вами подготовили. И стараемся не нарушить наше тело, выполнять обмотку. Я обычно выполняю обмотку для того, чтобы не было у меня горблей при изготовлении тела. Как вы видите, вот первый раз я выполняю вот таким небольшим, как бы виточек к виточку, обозначив свое тело. И после этого не забываем, опять же, все время подравнивать наши пряди, для того, чтобы не было скомканности. Небольшие бугорочки, которые возникают при намотке, даже приветствуются, потому что они как бы будут повторять нам наше тело, членики. Доходим до точки, где наш загиб. Сделаем один полный оборот. И теперь так же, как я уже вам говорил, стараемся как можно шире сделать нить, где есть необходимость пройти пару раз. То есть, это уже для нас будет окончательный завершающий этап. Оставляем в таком положении. Понятное дело, что держать до бесконечности мы не можем. Обычно я всегда беру обыкновенный передержатель. И спокойненько, длины, конечно, мне не хватает, сделать завершающий узел. Я ее подхватил. Вот она у меня остается на весу. Самая тонкая, какая только лишь у нас имеется нить. Опять ее закрепили. Ну и теперь нам остается только лишь вот так подхватили. И удаляем теперь остаточки. Значит, в чем конструктивная особенность этой нашей нимфы будет состоять? В том, что мы немножко по-другому будем с вами изготавливать грудь. Так как мы не используем шарики, не используем уже те элементы, которые у нас имеются. Опять я беру, делаю здесь или накидной, или завершающей. Стараемся сильно много здесь не наматывать. Так как мы здесь будем еще изготавливать головку с опушкой. Для удобства, как я уже вам говорил, нам необходимо опять совсем немножечко капельку нанести лака на наше тело. Буквально совсем немножечко. Для того, чтобы при намотке наш люрекс не сползал. Поставили в удобное положение, слегка зафиксировали. Если нить нам мешает, можно ее убрать. Я обычно делаю один полный оборот у загиба. И для себя теперь выбираю тот шаг, которым я буду двигаться. Вот как вы видите, люрекс у меня сползает. Значит, надо еще немножечко добавить клея, чтобы люрекс подхватился моим клеем. И продолжаем обратно. Вот теперь все хорошо. Выберем для себя тот шаг, который нам необходим, как мы считаем. Можно чаще, можно несколько пошире. Это не принципиально. Мы только лишь слегка как бы приукрасим наше тело. Не доходим, друзья, до колечка, так как в этом месте мы с вами будем изготавливать грудку. Поддерживаем наш люрекс. И в этом месте подхватываем. Подхватили, остатки удалили. Ну и теперь сама немножко нудная работа. Нам необходимо более качественно сделаем здесь завершающий узелочек. Значит, нить остается в районе крепления грудки. Оставляем буквально, ну, наверное, около сантиметра. Может, даже немножечко меньше. Посмотрите по величине своего крючка. И теперь очень хорошо нам необходимо пропитать наше тело. Вот, друзья мои, немножко подсохло наше тело. Я закрепил, можно две, три, четыре бородки павлина. И поставил вот такую вот пленочку блестящую. Можно ее заменить на любую полиэтилен. Все, что у вас будет под руками, это уже не принципиально. И я хотел бы вам показать еще, допустим, такой еще материал, который я неоднократно показывал. Если есть возможность, приобретите и пользуйтесь. Как вы видите, это специальный ультрафиолетовый даббинг. Можно, если у вас нет, допустим, пера, спокойненько взять черный или фиолетовый и изготовить грудку из вот такого даббинга. Что мы сейчас делаем? Нам необходимо скрутить вот так наши перышки, чтобы у нас не было одного комка. Выполнить буквально один-два оборота. Вот так будет достаточно. Закрепим наше перо. Никуда не убираем. Нить оставляем. Теперь можно в качестве лапок, вот я подготовил вот такое куриное перышко, можно использовать перо перепелок японских. Но я хочу в данный момент использовать вот такое перо петуха. Оно достаточно мягкое. И в то же время величина обородок мне позволяет выполнить здесь имитацию ножек. Теперь смотрите, что мы делаем. Нам необходимо выполнить, ну буквально вот сколько выйдет два-три-полтора оборота, так чтобы только-только вот обозначить наши лапки. Как вы видите, вот уже этого одного оборота мне вполне достаточно. Это еще с расчетом того, что мы с вами часть наших лапок уберем вниз. И у нас будет вполне их необходимое количество. Подхватили перо, уводим немножечко назад для нормального крепления. Удаляем теперь наши остатки пера. И желательно, чтобы у нас перышко служило подольше, нанести капельку лака, клея, что у вас будет под руками, на место крепления. Вот столько будет достаточно. И дальше, как я уже неоднократно вам рассказывал и показывал, я беру опять же перья павлина и начинаю также выполнять. Уводим наши бородочки и также начинаем выполнять дальше впереди нашего пера обмотку. Выставим крючок в удобное положение, так как в таком положении у нас перо будет сползать. И закончим. Теперь мы берем вот наши те бородки пера, которые мы намотали, слегка увлажним пальцами сверху, поделим их пополам. И теперь возьмем нашу пленочку, которая у нас заранее была закреплена. И переведем ее теперь в сторону колечка. Пленка сама по себе очень хрупкая, поэтому стараемся, если полиэтилен, то там практически вопросов никаких нет. Следим за тем, чтобы она у нас в идеале ровненько лежала. Приблизительно должна выйти вот такая вот симпатичная конструкция. Я обычно переламываю ее вот так немножечко назад и уже здесь мы с вами добавим капельку лака или клея, удалим остатки, и сформируем головку. Вот, друзья, и все. Я немножко подкрасил в черный цвет пленку, нанес капельку лака, и здесь подрезал те, которые были лишние, волоски моего пера. И как вы видите, вот такая вот довольно-таки оригинальная нимфочка готова к работе. пробуйте, экспериментируйте. Желаю вам удачи. До скорых встреч.